В Великобритании стартовая цена долгожданного 42-дюймового Oledo C2 от LG опубликована. Еще один мировой рекорд для этой страны. И, к сожалению, телевизор обойдется немножко дороже, чем ожидалось. Если посмотреть на веб-страницу, которая на этой неделе появилась у известного британского ритейлера Джон Льюис, цена предзаказа 42-дюймового C2 была установлена в районе 1400 фунтов. С доставкой через 5 недель, что будет в конце марта или начале апреля. LG предлагает бесплатную пару беспроводных наушников стоимостью 99 фунтов. Но поскольку для самой компании себестоимость таких товаров обычно намного ниже, чем номинальная стоимость, стартовая цена, скорее всего, продолжит колебаться на уровне 1400 фунтов, пока не закончится акция с бесплатными наушниками. Если взглянуть на страницу магазина Джон Льюис с 48-дюймовым OLED-ом LG C2, то обнаружится, что больше размер OLED имеет ту же цену в 1400 фунтов. Что означает, что меньше 42-дюймовый OLED-телевизор на самом деле не дешевле, чем большая 48-дюймовая модель, по крайней мере, на запуске в Великобритании. Есть несколько возможных причин такого разочаровывающего ценового паритета. Во-первых, поскольку LG-дисплей начали массовое производство 42-дюймовых OLED-панелей только в конце прошлого года, на складе LG-дисплей, вероятно, меньше 42-дюймовых OLED-панелей, чем 48-дюймовых OLED-панелей, которые были запасены с 2020 года. Ограниченный запас означает более высокие цены, Хотя, теоретически, 10 штук 42-дюймовых панелей могут быть вырезаны из исходного 8.5G стекла с использованием MMG или Model Glass Technology, по сравнению с 8-ю 48-дюймовыми панелями без использования MMG. Так что, надеюсь, цены на 42-дюймовые OLED-телевизоры в конечном итоге станут дешевле, чем на 48-дюймовые OLED-ы. И, во-вторых, возможно, LG Electronics прогнозирует очень высокий спрос на самый маленький WRGB OLED-телевизор на рынке, который вы можете купить в этом году, и который должен быть особенно популярен среди геймеров, считающих, что 48-дюймовый OLED все еще слишком велик для десктопного использования. И также есть фактор новизны. Я помню, что 48-дюймовый LG CX или C10 был даже дороже 55-дюймового CX, когда первые 48-дюймовые OLED-дисплеи стали доступны в 2020 году. Относительно дорогая стартовая цена 42-дюймового LG C2 может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей, подталкивая их к QD OLED-монитору Dell LNV с подтвержденной ценой 1300 долларов США или 1100 фунтов в Великобритании. Конечно, QD OLED-монитор LNV имеет размер экрана всего 34-дюйма с изогнутым форм-фактором и соотношением сторон 21 на 9 и не имеет портов HDMI 2.1. Но он будет обеспечивать более высокий PPI, количество пикселей на дюйм, с не WRGB с пиксельной структурой, что должно обеспечить более четкое отображение текста, чем у LG C2. QD OLED-монитор Dell также будет поддерживать частоту обновления 175 Гц, которая может быть достигнута через DisplayPort 1.4 с мощного ПК, и будет оснащен аппаратным модулем G-Sync Ultimate, который может помочь уменьшить мерцание VRR, заметное в некоторых играх на WRGB OLED-телевизорах. Другими словами, выбор между 42-дюймовым LG C2 и QD OLED-монитором LNV будет зависеть от ваших собственных потребностей и, конечно же, от их рецензий. Если же вы на 100% настроены на приобретение 42-дюймового OLED-телевизора в этом году, LG C2 это не единственный выбор. Sony также выпускает 42-дюймовую модель в линейке BRAVIA A90K, и несмотря на то, что она обозначена как OLED Master Series, Утечка на американском сайте Sony фактически намекает, что цена A90K составит 1400 долларов, что почти аналогично цене на LG C2. Или, по крайней мере, незначительно дороже, чем у LG, когда в США цены будут объявлены официально. Сравнивая технические характеристики 42-дюймового LG C2 и Sony A90K, каждый телевизор имеет свои плюсы и минусы. Но в целом, LG должен иметь преимущество в гейминге, как это было в последние несколько лет. LG C2 обеспечивает 4 полноценных HDMI 2.1 порта, а Sony A90K будет иметь только 2 HDMI 2.1 входа, один из которых будет и ARC портом. Так что LG, безусловно, будет больше привлекательным для игроков, которые владеют несколькими устройствами HDMI 2.1, такими как Sony PS5 и Xbox Series X, или игровым показ видеокарты RTX 30-й серии. Из-за использования чипсета Mediatek, 42-дюймовый Sony A90K не будет поддерживать игровой процесс Dolby Vision 4K 120 Гц от Xbox Series X. Японский бренд также не стремится добавить сертификацию AMD FreeSync Premium или NVIDIA G-Sync, предпочитая полагаться на открытый стандарт HDMI Forum VRR, которого, честно говоря, все равно должно быть достаточно для плавного игрового процесса, если он хорошо реализован. Sony неоднократно заверяли средствам массовой информации, включая меня во время онлайн-брифинга перед CES, что все телевизоры компании Bravo XR 2022 года будут поддерживать VRR при запуске. Но на собственной веб-странице Sony по-прежнему говорится, что для добавления VRR потребуется обновление будущей прошивки. Мерная репутация компании скоро, только не сейчас. Так что давайте просто подождем и посмотрим, что произойдет, когда телевизор появится на рынке. В 42-дюймовом LG C2 такой неопределенности нет. Поддержка 4K 120 Гц Dolby Vision, AMD FreeSync Premium и G-Sync VRR будут доступны при запуске. Основываясь на предыдущих сравнениях, которые мы проводили между OLED-телевизорами LG и Sony, также будут существенные различия в масштабировании не 4K игр, плавности градиентов и, возможно, что более важно для геймеров, в алгоритме затемнения логотипа, который затемняет изображение на экране при обнаружении статического интерфейса игр. Если вы заинтересованы в изучении этих различий, которые помогут вам решить покупать OLED от LG или Sony, пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть мое сравнительное видео.